Курганский государственный университет ежегодно обучает более 200 студентов, иностранных граждан. В основном это выходцы из стран СНГ. В этом году политика международной деятельности университета изменилась, а точнее изменила свои границы. Наши усилия направлены на привлечение студентов из дальнего зарубежья. В этом направлении можно привести примеры нашего взаимодействия с Россотрудничеством, с представительством Россотрудничества во Вьетнаме. Благодаря их помощи мы заключили договоры с рядом вьетнамских вузов и гимназий вьетнамских. Это относится к провинции Куангнам и Дананг. Благодаря этому вуз надеется привлечь потенциальных абитуриентов из Социалистической Республики Вьетнам. Такие поездки очень важны. Это расширяет кругозор, это пособствует усилению научных связей нашего университета с другими вузами. Ну и в целом способствует развитию науки, потому что наука развивается только там, когда есть устойчивые коммуникации, есть, как говорится, обмен научными мнениями. И чем шире масштабы такого обмена, тем более важными для развития наук являются эти достижения. Но пока в Курганском государственном университете обучаются студенты из ближнего зарубежья. Учиться в Кургане им нравится. Надеются получить качественное образование, которое позволит найти хорошую работу. Я много читала в интернете про него, смотрела вконтакте истории про него, вот выкладывают как рубрика «Говорят выпускники». Они рассказывали о том, как они закончили это учебное заведение и работают по профессии сейчас. Мне конкретно вуз нравится тем, что очень хороший состав преподавателей, они очень хорошо объясняют. И я за первую неделю учебы уже с преподавателями хорошо пообщалась. Они к себе притягивают студентов и этим облегчает учебу. В университете экспорт образовательных услуг развивается также по линии научного сотрудничества. В этом году были заключены договоры с рядом белорусских вузов. Есть надежды, что этот аспект получит новое оформление деятельности КГУ. Михаил Котельников, Александр Киселев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру.